Всем большой привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшний ролик будет не длинным и он будет экспериментальным. У меня на канале обычно обзоры длинные, с кучей всяких разных средств. Но я решила попробовать немного другой формат. Во-первых, это облегчит вам просмотр моих видео, потому что они будут короче, значительно короче. Я не говорю, что будут постоянно такие ролики. Ролики прежнего формата на моем канале остаются. Ну а во-вторых, мне будет легче монтировать такие ролики. Соответственно, мне будет гораздо легче выпускать ролики на своем канале чаще. Сразу хочу извиниться за то, что отсутствовало такое долгое время. Почему меня так долго не было на канале, я вам расскажу в конце видео, чтобы не загружать в вас лишней информации. Кому нужно, тот досмотрит до конца. Сегодня я хочу поговорить о средстве, которое мне попалось в бьюти-боксе. Как же это здорово, что благодаря бьюти-боксам можно попробовать что-то новенькое и уже выбрать для себя. Нужно это вам, не нужно. Лично меня этот крем настолько покорил. Лично моя это рекомендация. Сегодня я буду говорить о креме Цикабио от лаборатории Биодерма. Это бренд французской косметики. Не просто косметики, а лечебный. Этот крем был для меня открытием. Подобные лекарственные, заживляющие средства есть у многих марок аптечной косметики. Но это не секрет. Это и Овен, это лаборатории Филорга. Я большая поклонница различных пилингов для кожи. И вот в такие моменты, когда кожа слазит слоями и когда ощущается сухость, мягко говоря, дискомфорт, я бы даже сказала, боль. Потому что пилинги это всегда дискомфорт. Это факт. И в таких ситуациях, постпилинговых, лично в моем случае, мне на сегодняшний день приходит на помощь вот этот крем. Я сейчас его раскрою. Что пишет производитель? Цикобио-крем от лаборатории Биодерма. Это средство косметическое для детей и взрослых для наружного применения. Он успокаивает, восстанавливает, оздоравливает раздраженную и поврежденную кожу лица и тела. Сочетание ресвератрола и меди в составе обеспечивает восстановление эпидермиса на каждом этапе, способствуя регенерации кожи. Гиалуроновая кислота и увлажняющие агенты создают оптимальный комфорт для поврежденной кожи. Компонент анталгицин быстро устраняет ощущение дискомфорта и снижает вероятность расчесов. Не комедогенно, без отдушки и красителей. Объем крема 40 мл. Наносить толстым слоем на поврежденные участки после очищения кожи. Применять два раза в день до полного восстановления кожи для наружного применения. Это тот случай, когда я согласна по каждому пункту. Все, что производитель обещает, крем выполняет. Это факт. Больше всего меня поразили его анальгизирующие свойства. Вот этот анталгицин, который был запатентован. Насколько я понимаю, это разработка именно лаборатории Биодерма. И вот этот компонент в креме моментально. То есть, если до этого чувствовали жжение, дискомфорт, покраснение, моментально ощущается прохлада, легкость. И думаешь, господи, слава богу, наконец-то этот кошмар кончился. Потому что, когда действительно боль, когда жжение, когда какой-то дискомфорт на коже, крем действительно работает. Я уверена, что он прекрасно сработает при обветривании кожи, при обморожении, при интенсивном воздействии солнечных лучей, например, при ожоге. По ощущениям и по эффекту может прям посоперничать со многими лекарственными средствами, которые лежат на полках наших аптек. Очень много отзывов в интернете и на Эрикоменде. И много где я смотрела на этот крем. Я вам скажу, что в основном эти отзывы положительны. Когда есть реальная проблема, он работает. Невозможно в полной мере ощутить его эффект, если проблемы нет. Из отрицательных отзывов, знаете, что я для себя отметила и с чем я все-таки соглашусь? У крема есть липкость. Но это не такая липкость, когда вы не можете оторвать лицо от подушки. Нет, конечно. Липкость такая умеренная, средненькая. Для меня это не проблема, так как в основном я наношу средства на ночь под косметику, под макияж не наношу. Поэтому, наверное, это моя рекомендация использовать все-таки на ночь его. Но это не та липкость, которая бы меня остановила от покупки данного средства. Потому что вот эта чаша весов, где один минус и столько плюсов, я думаю, это все понятно и не обсуждается. Также для меня большое преимущество этого крема в том, что он вообще не имеет никакого запаха. Он гипоаллергенный и он не комедогенный. Это факт. У меня он ни разу не вызвал каких-то прыщей, воспалений, чего-то такого нет. Кожа на самом деле очень комфортно себя ощущает после его нанесения. Долгое время ощущается действительно увлажнение. Липкость крема, скорее всего, связана с содержанием гиалуроновой кислоты. Любые средства с гиалуронкой для наружного применения обладают липкостью. Вы возьмите любую сыворотку с гиалуронкой, она будет липкая. Это так. Впитывается крем на сухой, поврежденный пилингами кожи очень быстро. Липкость остается минимальной. То есть, когда есть проблемы, и, конечно, на беспроблемную кожу нанести, то тогда будет лицо очень липким. Но если кожа повреждена и поражена, поверьте, этот крем, на мой взгляд, не для постоянного применения. Это средство на какие-то экстренные случаи для восстановления и заживления кожи. Конечно же, я не могу его рекомендовать пользоваться ежедневно, на ежедневной основе утром и вечером. Нет, конечно, это средство, именно такая СОС, средство-спасатель. Если по десятибальной шкале его оценивать, то я, наверное, дала бы ему оценку 9 из 10. Сняла балл за вот эту вот самую небольшую липкость. И также цена. Цена, конечно, кусачья, но французская косметика стоит недешево. А особенно в наше время, так это вообще беда-беда. Непонятно, что ценовая политика. Вообще непонятно, что куда мы катимся и что происходит. Не хочу вас пугать. Я очень сама надеюсь, что это все быстрее закончится. Ну и вот как раз на вот эту тему, почему меня так долго не было. Ребят, я очень тяжело переживаю военную операцию. Мне в какой-то момент мне казалось, что вообще все горит синим пламенем. И кому нужна эта косметика, кому нужны эти препараты, этот Ютуб. Потому что, ну вообще, мысли ни у меня, ни у многих других вообще не о том. Сейчас я немножко стала приходить в себя. Честное слово, у меня и бессонница была, и плакала я. Особенно я плачу, когда вижу списки убитых людей. Человек очень чувствительный, эмоциональный. Мне это дается все непросто. Просто я молюсь, чтобы операция закончилась как можно скорее, с наименьшим количеством жертв. Как со стороны мирного населения, так и со стороны военных. Чтобы этот конфликт закончился поскорее. О том, какая это трагедия, о том, откуда корни, и как я к этому ко всему отношусь, я говорить не буду. У меня канал не о политике. У меня, безусловно, есть свое мнение. Я не боюсь его высказывать. Я просто не хочу конфликтов в комментариях. И вообще, я считаю и призываю вас, ребят, давайте оставаться людьми. Мы гражданские люди. Давайте мы не будем, будем стараться относиться друг к другу терпимо. Независимо от национальности. Независимо от пола. Неважно, кто мы. Давайте просто оставаться людьми. И даже в комментариях не будем писать гадости. Если бы вы только знали, сколько я на свой канал. Канал, на секундочку, вообще ни капли не касающийся политики. Я получала и угрозы, и оскорбления. Просто потому, что я говорю на русском языке. Пожалуйста, неважно, кто вы, россиянин, не пишите гадости. Ни мне, ни даже там, где обсуждается конфликт. Даже там не пишите. Если вы не можете написать хорошее, не пишите плохое, прошу вас. Потому что вот эта злоба человеческая, она порождает только злобу. Насчет блокировки Ютуба. Конечно, я расстроена, безусловно. Если это произойдет. Ну, вроде бы, как в ближайшее время не ожидается. Роскомнадзор вроде бы как успокоился. Ну, как успокоился. Ответные меры, конечно, есть на блокировку российских СМИ. Но, мне кажется, можно немножко расслабиться и чуть-чуть поснимать все-таки. Я очень рада, что я наконец-то вернулась. Я на самом деле рада, что я взяла себя в руки. Я стараюсь заниматься какими-то делами. Делать что-то. Как-то отвлекаться. Но, к сожалению, полностью абстрагироваться. Мне кажется, это даже неправильно абстрагироваться от событий, происходящих в мире. Но так переживать, я думаю, что от моих переживаний никому не станет легче. Наверное, поэтому пора брать себя в руки и продолжать свою деятельность. Насчет блокировки Ютуба. Ребята, у меня есть на сегодняшний день канал на Рутубе. Я не призываю вас прям подписываться на него. Но, если хотите, подпишитесь. Вы можете меня также найти. Я Наталья Маркушина и там. Я постараюсь ссылки оставлять на Рутуб. Также у меня есть канал Телеграм. Я его недавно создала. Там все только постигаю. Ничего не понятно. Все неудобно. Все-таки Ютуб это такая площадка, на которой... Ну, это просто вот мастодонт, понимаете. Тут равняться с Ютубом не может никто и ничто. При всем моем патриотизме, я должна вам признаться, что ни Яндекс, ни Рутуб, это, конечно, не заменит Ютуб. По крайней мере, в ближайшие годы. Я буду просто на свой Телеграм-канал стараться загружать полноценные видео, такие, как я делаю для своих двух каналов. Мне кажется, это необходимо для сохранения. Все-таки это мой труд, это моя работа. Мне нужно где-то подстраховываться и сохранять. Также у меня есть странички ВКонтакте, в Одноклассниках. Давайте постараемся не потеряться. Ну что ж, ребята, у меня на сегодня все. Вот так вот один крем, один маленький обзорчик. Но мне кажется, что такие обзоры, они более актуальны. Ну, а я по традиции обнимаю вас целыми, дорогие котики. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо за то, что остаетесь со мной. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. До скорых встреч на моем канале. Пока.